Друзья, добрый день, на связи Максим Петров и рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. И сегодня хотелось бы поговорить про цифровую рубль и не столько про цифровую рубль, а в принципе поговорить про цифровые валюты не с позиции криптоинвестиций, не с позиции инвестиций в какие-то отдельные альткоины, а с позиции того, куда ветер дует, для чего в принципе все это создается, для чего вводятся именно цифровые валюты и куда ведут толпу, куда ее загоняют некими историями, связанными с «ребят, там будет хорошо, идите все туда». Потому что нет такого, что как-то сверху навязывают и говорят «ребят, вот у нас теперь будет цифровой рубль, там будет контроль, все ваши транзакции будут отслеживаться, все будет прозрачно, мы будем бороться». Люди, конечно же, в этом случае будут недовольны, они не будут принимать данные инструменты, потому что опять-таки они будут опасаться контроля, они будут опасаться возможности взлома своих цифровых кошельков, перевода денег куда-то. То есть никто не любит определенного контроля. Почему многие любят кэш? Потому что его достаточно сложно отследить за исключением каких-то специальных операций, следственных действий, когда просто сами купюры, переписываются номера этих купюр, и по номерам происходит отслеживание. Давайте поговорим. Я поделюсь своим мнением, что касается цифровых валют, то есть для чего непосредственно их вводят, и является ли действительно это альтернативной классическим деньгам. Ну что ж, давайте перейдем немножко к теории. У нас есть деньги. Соответственно, мы говорили о том, что у денег есть пять функций, которые они непосредственно выполняют. Сейчас не будем более подробно на этом оставляться, но основными критериями, которыми мы пользуемся, основной ценностью денег является что? Во-первых, это средства расчетов, это мера стоимости. Ну, когда мы рассматривали с вами вот в этом и вот в этом видео историю, связанную, каким образом увеличивать доходы, мы рассматривали зарплату, мы рассматривали, соответственно, когда работаешь сам на себя, то есть что нужно сделать, чтобы получать больше денег, да? То есть мы деньги получаем взамен чего-то. То есть деньги являются мерой стоимости, производительностью труда, которая у человека осуществляется. Деньги являются инструментом накопления. Деньги сами могут выступать товаром, и в этом случае в них можно накапливать богатство, да? То есть если вы возьмете деньги, разместите их на банковском депозите, и банк вам будет платить проценты, то в этом случае деньги будут самовоспроизводиться, да, за счет того, что они сами по себе являются товаром, и их кто-то непосредственно покупает. Так вот, давайте посмотрим, что же происходит с цифровыми валютами. То есть не хочется говорить, что только касается цифрового рубля. В принципе, все цифровые валюты, они не могут стать прямой альтернативой наличным деньгам или безналичным деньгам. Потому что цифровую валюту, ее нельзя разместить где-то. По ней нельзя получить депозит. Она не может выступать мерой накопления. Мало того, моя гипотеза заключается в том, что цифровые валюты как раз-таки вводятся для того, чтобы как раз-таки убрать вот эту вот схему накопления. Цифровой рубль, его нельзя накапливать. Цифровой юань, его нельзя накапливать, да, то есть его, соответственно, можно тратить. Мало того, я думаю, что здесь может быть ситуация, связанная с тем, что они будут иметь ограниченный срок жизни, да, то есть вам будут давать, ну не вам, да, людям будут давать, соответственно, цифровую валюту и говорят, вот она дается на год, да, через год она сгорит. Ты ее должен потратить. Здесь возникает вопрос, почему? Я делаю такое смелое заявление, да, связанное с тем, что они будут иметь ограниченный срок жизни или, мало того, если вы их не можете накапливать, если вы их не можете сберегать, если вы не можете сверху получить какой-то процент, они направлены на какие-то определенные траты, то вы можете или потратить, или оставить у себя. Если вы его оставляете у себя, цифровой рубль, а никуда не можете разместить для того, чтобы он прирастал, то как минимум получается, если у вас инфляция в стране 8%, а вы владеете цифровым рублем и его не потратили, то в этом случае у вас инфляция обесценила ваш капитал на 8%. И в этом случае что будут стремиться люди? Люди будут стремиться цифровые валюты практически сразу же обменивать на что-то. И, как мне кажется, да, основная задача, которая стоит с введением цифровых валют, это стимулировать скорость обращения денег. Почему я про это заговорил? Потому что сейчас достаточно популярная история в мире является неокензианством. Мы уже на канале непосредственно разбирали новую теорию денег, в чем она непосредственно заключается. И суть в том, что Кейнс еще в 40-х и 50-х годах заявлял о том, что для того, чтобы экономика росла, чтобы у вас ВВП рос, чтобы экономика создавала новые рабочие места, чтобы она росла, чтобы, соответственно, производила новые товары и услуги. Что нужно сделать? Нужно увеличить количество денег. Раз. Первое. Нужно заниматься тем, что деньги должны быть доступными. Кейнс не говорил об увеличении, в принципе, денег. Об увеличении количества денег уже начали говорить в наши времена. В наше время, да, и вот та печать, которую мы видим со стороны мировых центральных банков, они же увеличивают количество денег. Посмотрите, выход из кризиса 20-го года, 8-го года. Все кризисы, они каким образом выходят? Увеличивают количество денег. То есть, первое. Увеличение количества денег. Кейнс говорил, сделайте деньги более доступными. То есть, снизьте процентные ставки. Задача государства заключается в том, что когда в экономике наступает рецессия, для того, чтобы экономика снова начала расти, опустите процентные ставки. Сделайте деньги более дешевыми. Когда вы сделаете деньги более дешевыми, это приведет к тому, что у вас увеличится скорость обращения денег. Потому что, когда стоимость кредита будет низкая, процентная ставка будет низкая, люди начнут брать кредиты. Люди начнут брать кредиты. Соответственно, на этом фоне вы можете занимать, давая эти деньги, в оборот. Скорость обращения денег увеличивается. Соответственно, процентные ставки низкие. Люди будут более активно покупать, потому что у них растет потребительская активность. Они начинают больше покупать. У них больше возникает запрос на покупку товаров и услуг. Покупка новых товаров и услуг приведет к тому, что производители товаров и услуг будут создавать новые рабочие места, будут создавать новые заводы. Будут инвестировать долгосрочно, потому что стоимость инвестиций не такая дорогая. И у вас экономика непосредственно будет расти. И это работало. То есть весь этот послевоенный рост в Европе, в Америке, он был обусловлен как раз таки тем, что идея Кенса возобладала. То есть сделать доступными деньги, увеличить скорость обращения этих денег. И это приведет к тому, что экономика будет расти. Работало. Потом, начиная с 80-х, 90-х годов, это перестало работать. Постепенно стало снижаться. То есть люди говорили, а зачем мне третий дом? А зачем мне четвертая машина в семье? То есть экономика, вот это стимулирование потребления привело к тому, что у людей образовывалось большое количество товаров. И они начали задаваться вопросом, а зачем мне еще что-то покупать? И здесь как раз таки в 90-х годах стало развиваться в мировой экономике два ключевых направления. Первое – это маркетинг. Маркетинг, связанный с тем, что будь круче, будь лучше, будь совершеннее, стать богатым. Только богатые имеют такие виллы. То есть, во-первых, маркетинг психологически начал стимулировать больше потреблять. Это раз. Второе – это с нулевых годов очень многие производители стали вводить отдельные штаты инженеров в свои производственные подразделения, связанные с тем, что товару давался гарантийный срок три года. То есть, это касается абсолютно всего. Это касается компьютеров, телефонов, автомобилей. Возьмите любой предмет, который стоит непосредственно у вас дома, начиная от мебели и заканчивая, я не знаю, предметами бытовыми, смесители, сантехника, кондиционеры, компьютеры. Что мы начинаем понимать? Что они создаются таковыми, что через три года, три-четыре года максимум, они начинают выходить из строя. И выходят какие-то ключевые элементы. То есть, в автомобилях меняются, начинают отдельные блоки. Потому что что происходит? Если у человека надежный автомобиль, который служит ему там спокойно 20 лет, то в этом случае человек в 20 лет этим автомобилем владеет. Но если он становится, допустим, я не знаю, ему ставят какую-то турбину, ему ставят робота, ему ставят там, я не знаю, какому-нибудь DSG, ему ставят отдельные блоки, которые выходят из строя, начинают выходить из строя через 3-5 лет. И люди, соответственно, не 4 автомобиля меняют, они понимают, зачем мне этот постоянно ломающийся автомобиль. Когда мне автопроизводитель предлагает купить новый, с более новым дизайном, более продвинутый, более спортивный, более красивый, фокус-группы собирают, то есть маркетологи начинают диктовать инженерам, как должен выглядеть автомобиль, чтобы люди их непосредственно покупали. Почему это начинает происходить? Потому что необходимо экономике, чтобы она постоянно производила. Когда вы делаете товар, который не ломается, который не портится, который очень долго служит, то у вас начинает снижаться скорость обращения денег, особенно на товар длительного пользования. То же самое строительство, жилищное строительство, ремонты, фасадные краски. Посмотрите, я в качестве примера привожу, то есть если раньше фасад покрасили и он мог спокойно 3-5 лет стоять, то сейчас фасад нужно чуть ли не каждый год обновлять. Плитка, тротуарная плитка, я не знаю, в Москве, то есть какая раньше была брусчатка, которая в принципе там еще с 20-х годов стояла, ничего не происходило, она меняется в итоге на плитку, которую раз в 2 года нужно заменять. Почему? Потому что нужно увеличивать скорость обращения денег. Как вы скажете, это относится к цифровым валютам? Дело в том, что та беспрецедентная эмиссия валюты, фиатные валюты, которые есть в безналичной, наличной форме, которая осуществляется в последние лет 10-15, приводит к тому, что даже несмотря на то, что предметы ломаются, у нас все равно по 2-3 автомобиля в семье, у нас все равно по 2-3 телефона у каждого члена семьи. То есть опять-таки производство достигло таких производственных показателей, что оно больше расти не может. И человек начинает задуматься в какой-то степени о сохранении денежных средств. И они не поступают в реальную экономику, они не поступают в реальное производство, они начинают уходить в том числе в фондовый рынок, начинают уходить в криптовалюту. Насколько вырос фондовый рынок в Америке за последние 15-20 лет? Насколько выросли криптовалюты в цене за последние 15-20 лет? То есть люди хотят сохранять, сберегать, и это начинает конкурировать с реальным производством. И тогда у вас возникает вопрос, чтобы этого не происходило, вам нужно ограничить хождение денег, которые выполняют все свои 5 функций, и оставить квази-элемент, который имеет признаки денег, в данном случае средства расчетов и некая мера стоимости, но при этом, чтобы его нельзя было накапливать. То есть, чтобы, соответственно, у людей было стремление, желание их быстрее от них избавиться. То есть, если у вас будет цифровой рубль, активы вы за него не купите. Можно указать, соответственно, на что можно потратить. Если вы можете указать, на что можно тратить, вы можете в ручном режиме поддерживать отдельные отрасли экономики, а какие-то отрасли загубить. Вы можете, соответственно, контролировать транзакции. Вы можете выделять в 2-3 раза больше социальных пособий малоимущим, но на эти деньги можно потратить только на базовые продукты питания. И тогда, получается, мы уже видели, на самом деле, некие такие примеры в российской истории, в том числе, когда классические деньги становятся прерогативой сверхбогатых людей. Цифровая валюта становится валютой для плебеев. Примером можно привести, когда на Руси было такое, что налоги в казну платили серебром, а рассчитывались, соответственно, со всеми медными монетами. То есть, серебро – реальный актив, и, соответственно, все налоги, все платежи, они должны платиться реальными активами, серебряными монетами. А межличностные расходы, они осуществляются вот такими медными монетами. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Нужно просто понимать, что, в принципе, история, связанная с внедрением этой истории в массы, она, в первую очередь, коснется людей менее производительных, менее эффективных. То есть, оно, скорее всего, пойдет под эгидой неких, ну, не стимулирующих мер, а историй, связанных с поддержкой коммунальной платежи, социальной выплаты. То есть, аналог неких продуктовых карточек, когда вам дают определенное количество цифрового рубля. Но вы этот цифровой рубль можете потратить только на определенный класс продуктов. Потом постепенно оно будет снизу вытеснять, да, классическую безналичную, наличную форму расчетов. Что делать? Вопрос возникает, да, что делать? Я здесь не пугаю, ребят, я, возможно, даже окажусь неправ, да, и, может быть, чрезмерно паникую. Но сейчас я не вижу каких-то определенных очевидных вещей, потому что люди, многие смотрят, когда звучит понятие цифровой рубль, цифровой юань, цифровой доллар, да, что это некий такой биткоин новый, да, который можно купить, он со временем станет сам по себе товаром, цену которого будет определять рыночный закон о спросе и предложении. Это совсем не так. Это история связана с тем, что контролируемые транзакции, куда идут транзакции, как они идут, да, их непосредственно можно отслеживать. Технически это возможно, просто пока об этом не скажут, да, то есть об этом говорить не будут. Что делаю лично я? Я считаю, что здесь есть какие-то определенные угрозы, да, то есть для меня, как для инвестора, как для капиталиста важен прирост капитала, да, то есть то, на что будет обмениваться прибавочная стоимость. И поэтому нужно покупать реальные активы, чем раньше, тем лучше. Я сам покупаю данные активы себе в инвестиционный портфель, частично я делюсь на этом канале, что покупать в определенный момент и почему, поэтому обязательно подпишитесь на канал. Я формирую портфель для своих детей, у меня их пятеро, каждым я хочу эквивалент одного миллиона долларов в ценах 2008 года. Покупаю для этого реальные активы, которые будут обмениваться на реальные деньги. Какие уж это будут деньги? Цифровой рубль, цифровой юань или это останется та же самая наличная деньги? Я не знаю, что будет через 30, 40, 50 лет, но тем не менее какие-то конкретные средства обмена будут присутствовать. Я таким образом защищаюсь от этой истории. Кто-то назовет меня фаталистом, я, наверное, мудрею, да, то есть с тем, чтобы быть собственником компании, создающих прибавочную стоимость. Я это делаю через проект «Миллион долларов за восемь долларов в день». Ссылка на описание данного портфеля находится внизу под данное видео. Проходите, смотрите, надеюсь, это будут полезные цены. Сегодня у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok